Теперь в Северодвинск. Там работы по капитальному ремонту в доме по адресу Ломоносова, 90, растянулись аж на три года. Жители называют все происходящее кошмаром. Подрядные организации по несколько раз переделывают работы. Так, когда же на Ломоносова, 90, закончат рушить и копать, выяснил Николай Цып. Возле дома целая делегация депутатов, фонд капитального ремонта, жителей и подрядчики жалоб во всех инстанциях. За три года настолько затянулись работы, от жителей Ломоносова, 90, накопилось немало. Пережив замену труб в своих квартирах, теперь очередное неудобство. Попадать в подъезд приходится узкими тропами, возле глубоких и не огороженных ям. С конца февраля у нас все раскопано и уже работники не появляются. То есть работы никакие не ведутся. Все из-за проблем с финансированием. Такой ответ жители получали из фонда капитального ремонта. Но у этого подрядчика есть своя версия. Потому что высокий уровень грунтовых вод подмывало и соответственно не могли уйти на проектные отметки. Начались капитальные работы здесь в 2017. В списке обновления все инженерные сети, кроме отопления, ремонт крыши и фасада. Срок сдачи дома переносили несколько раз. Последний 31 декабря 2018. Но из-за постоянных переделок дом оказался не готов. Некоторые работы благодаря нашему вмешательству удалось сделать повторно. То есть мы перекрасили фасад. Все ограждения балконов были демонтированы. Произведена была грунтовка. И все работы были сделаны в соответствии со строительными нормами и правилами. На доме несколько подрядных организаций. Несогласованность работ также одна из причин срыва сроков ремонта. Основные работы по инженерным сетям мы сделали в прошлом году. Оставались только выпуска. Но перед тем, как сделать выпуска, нам необходимо было сделать крыльца. Крыльцами занималась другая подрядная организация. То есть мы ждали, пока они сделают крыльца. Они их сделали с временными? Ну как бы да, была задержка. А еще строительный мусор должны вывозить ежедневно. Не вывозится, рассказывает директор управляющей компании. Кстати, сейчас придется заново раскапывать все четыре выпуска канализации, чтобы предъявить управленцам, как были устранены замечания. Работа выполняется без подготовки основания под укладку труб. Соответственно, это в дальнейшем скажется на осадке выполненной системы канализации. И, соответственно, может произойти слом канализационной трубы в колодце. То есть изначально трубы лежали просто на земле? Ну, фактически да. На вопрос строителям, почему не показали работу сразу, отвечают, мы звали, не пришли. Поставить точку в капитальном кошмаре и пообещать очередной срок сдачи дома приехал замдиректора фонда капремонта. Подрядчик предполагает завершить работой в течение двух недель. И останется у него здесь единственный момент – это восстановить вокруг дома, ну, вернее, здесь, вдоль этого фасада, отмост. А в июне дом сдадут с благоустройством придомовой территории. За упущенное время заплатят проштрафившиеся подрядчики, добавили в фонде. Николай Цып, Юлия Куницкая, с Регион 29. Продолжение следует...